Итак, на прошлом занятии мы с вами говорили, с чего же начинается наша работа. И я вам говорила, что работа начинается с создания странички для коллег, и они будут называться брендовыми страничками. Также эти странички подойдут для рекрутингового сайта. Все мы с вами знаем, поставьте плюсики, что сегодня на вебинаре для подарков у нас не все лидеры знали, что вот такой вот лендинг выдается в подарок каждому новичку абсолютно бесплатно. То есть мы денежки за него никогда не берем, и нужно обязательно знать, что вы можете его получить бесплатно, напишите своему наставнику. Плюсики, да? Вот, обязательно с недавних пор все, кто заводит интернет-магазин, приходят какие-то письма, что вот мы вам за тысячу сделаем сайт. Вот это точно не мы рассылаем, это точно рассылает не компания, поэтому будьте осторожны. Хорошо? Вот, не компания Фаберлик, она не берет за интернет-магазин денежку, да, то есть он у нас абсолютно бесплатный, нам просто надо пройти тренинг, чтобы им пользоваться. И никогда интернет-проект Фаберлик онлайн с новичков деньги не брал, и брать не будет. Да, то есть мы лендинги-то вот такие вот, да, которые я скинула, так просто выдаем всегда и никогда не берем денежку, поэтому будьте внимательны, потому что это участилось. Недавно моему новичку буквально два дня назад сделали одностраничный сайт прям за тысячу рублей, но я смеялась, конечно, я говорю, боже мой, мы тебе сделаем несколькостраничный лендинг, и намного лучше, и там будет все по бизнесу, и все для работы. Папа с дочкой дурит, слышно, да? Вот, и там будет все для работы. Я говорю, зачем ты тратишь деньги? Ой, а я думала, это необходимо, меня убедили. В общем, давайте с вами договоримся, обязательно не попадаться на уловки людей, которые хотят заработать. Это очень важно. Вот, ну что ж, значит, создание брендовых страничек у нас с вами самый важный этап, да, то есть ясный, четкий, добрый, открытый взгляд, смотрящий гостю странички в глаза. Это обязательно. Обязательно на этих страничках вы можете уже со своих 6% поздравлять своих лидеров. Поздравлять можно по-разному. Вот у нас новички в некоторых чатах поздравляют, допустим, с тем, что новичок активировался и получил сайт, да, и посылают ссылочку на его сайт. И поздравляют, что вот новичок получил сайт, как хорошо там, допустим, работает на нашем интернет-проекте, там, и так далее, и так далее. Вот это вот нужно обязательно понимать, что мы с вами сейчас, Сейчас, что такое бренд? Бренд – это когда у вас есть какой-либо результат, и вы его пиарите. То есть поначалу вы работаете на бренд, а потом бренд будет работать на вас. Я свой бренд начала создавать с 6%. Каким образом? У меня было три главных странички, и, в принципе, бесчисленное множество других страничек. Я не боялась их создавать, вот. Мы работали методом общения через соцсети в личные сообщения, мы работали по группам, мы работали по доскам объявлений, и так далее, и так далее, да. Но суть в том, что вот эти брендовые странички, их, или странички для коллег, без разницы, как они называются, их нельзя трогать, да, то есть это одно и то же. И вот сейчас, спустя два с половиной года, у нас уже как бы появился такой бренд, и нас начали находить в соцсетях, везде, и спрашивать о работе, да. Но, конечно, свой бренд я делала около года, и делала не только с помощью этих страничек, не только с помощью групп, я этот бренд делала еще с помощью YouTube-канала, да. И вот вы знаете, когда я смотрю другие вебинары по бренду, ну, конечно, хорошо говорят, красиво, но где новичку взять статус, чтобы развить свой бренд, да, когда новичок на 6%, это очень сложно, это очень тяжело. Чтобы развить свой бренд, нужно помимо Faberlic брать еще какую-то дополнительную тему. Когда эта дополнительная тема берется, ее нужно развивать, да, то есть, допустим, там, ну, я не знаю, тема футбол, тема там мамочки в декрете, еще какая-то тема, да. И мне кажется, если вот так вокруг да около ходить, да, но это, на мой взгляд, мне не хочется ничего усложнять, если вот так вокруг да около ходить, то у нас с вами получится создание бренда очень длинным, да, то есть, что делали мы, когда создавали его? Я создавала как минимум одно видео в соцсетях, я рекрутировала на брендовые или странички для коллег. Я добавляла всех думающих, всех, кто у нас будет регистрироваться точно, да, допустим, время какое-то ждал, и всех, кто уже зарегистрирован. Вот, когда людей стало много, мы создали группы. В группах тоже начали выкладывать видео, которые я сама создавала, вебинары, которые я сама вела. И то есть у меня начали развиваться потихоньку и группы, и странички, и YouTube, да, и мое имя. Но главный приоритет у меня при создании, да, своего статуса, это, конечно, была одна регистрация в день. То есть я все равно шла в соцсети, и я рекрутировала, да. Кто-то называет этот метод спамом, я его называю быстрый рост, да. Почему? Потому что когда я работаю методом через рассылку личными сообщениями, с человеком можно поработать тет-а-тет, и все получается просто великолепно. И давайте я сейчас вам покажу свой рабочий стол, и покажу странички, какие они стали сейчас. Вот, это, получается, мои брендовые странички. Всем ли видно демонстрацию экрана? Поставьте, пожалуйста, плюсик. У вас должен быть тоннель из Ани. Всем видно, да. Вот, и, конечно же, обратите внимание, когда мы заходим на мою страничку, сейчас я, кому не видно демонстрацию, я обязательно вам вышлю ссылочку прямо на... Вот так, минутку. Вот так. Да, прямо сюда. Значит, смотрим, что тут есть, да. Сейчас, конечно, эта страница очень красивая, да. Она идет со статусами, со всем. Но когда я начинала, в далекое-вдалекое время, если мы с вами обратим внимание на фото, то, конечно, фотографий у меня не было. Инстаграма у меня не было. Каких-то походов куда-то у меня тоже не было. То есть, получается, что я свои первые фотографии просто старалась очень красиво оформить, да. Ну, вот, допустим, вот это мои первые фотографии. Мне тут, я не знаю, 25, наверное, лет. И я старалась сделать фотографии так, чтобы задний фон был красивым, да, чтобы все было здорово, замечательно, да. Видите, Антошка еще тут худенький. Я не знаю, сколько это лет назад. Как вы видите, фото сделано на плохой фотоаппарат, реально плохой. Но я все равно старалась сделать так, чтобы картинки были или прикольными, или чтобы я была всегда ухожена, чтобы они были интересными, да. То есть, у меня дочка проходила много лет танцевальной. И все равно я старалась что-то сделать такое, чтобы мне нравилось самой. И чтобы, допустим, на заднем фоне не было бы ничего. То есть, грубо говоря, когда у меня не было денег для создания своего бренда, чтобы там, допустим, сходить, сделать крутые профессиональные фотографии, мы просто ходили на улицу, фотографировались и старались сделать что-либо хорошее, да. Да, Катюшка совсем маленькая, сейчас ей 16 лет. Вот так вот мои брендовые странички собирались. Я не при каких условиях не ставила какие-то там фотографии, которые бы мне не нравились, да. И, конечно же, обратите внимание, что даже с самого начала я всегда улыбалась, я смотрела только в глаза. Я не смотрела ни налево, ни вниз, ни направо, никуда. И, в принципе, я старалась выглядеть эстетично. Давайте возьмем страничку в Одноклассниках. То же самое, сейчас тут куча фотографий, да. То есть, эта страничка уже, как вы видите, раскрученная, с кучей друзей. Но когда-то также все начиналось именно с нескольких фотографий, да. Вот, да, обратите внимание, вот эти вот фотографии, это я дочку в лагерь отправляла, тут Катюшке 10 лет исполнилось, да. То есть, вот такие вот фотографии примерно я выкладывала, чтобы они более-менее смотрелись, чтобы мы не были там где-то не дома, не где-то, а вот именно, что вот какие-то вот хорошие такие фотографии, получше, да, чтобы вот, даже если совсем вот, поэтому тут нужно обязательно стараться. Ну, конечно, с таких страничек начиналась работа. В Фейсбуке то же самое, как вы видите. Сейчас она уже такая раскрученная, и все здорово. Вот опять, вот видите, 42, наверное, дружбу предлагает. Тут я уже начала выкладывать правила добавления подарков, новая коллекция Фоберлик, но поначалу, что же я выкладывала на страничке, что же я выкладывала на страничке. Вот тут суть в том, что чем вы раньше захотите показаться людям, своей команде, тем быстрее у вас начнет развиваться именно ваше имя, быстрее начнет развиваться именно ваш бренд, и вы, вам придется меньше в дальнейшем рекрутировать, да, то есть цель бренда перестать рекрутировать и выйти на авторекрутинг. Так ведь? Так, давайте я, значит, ну, это будет видно в записи, страничку ВКонтакте я сейчас вам скину, то есть какой она стала сейчас. Сейчас, конечно, особо важно именно оформлять, извините, вот эти вот свои рабочие странички так, чтобы я немножко предпростыла, наверное, доходила в холодный душ, в жару хриплю, вот. Перезагрузилась, все показывается, да. Ну, вот таким вот образом, вот эти вот странички, они у вас должны быть яркие, они у вас должны быть красивые, они у вас должны быть четкие и интересные, с какой-то изюминкой, да, то есть вот я, допустим, в этом же, в одноклассниках сижу с дочкой, дочка одета там на костюм, там, на клоунаду, уже картинка оригинальная, новая такая, да, и вы уже будете казаться позитивным, хорошим человеком. Правило номер два, ведение этих страничек, это, конечно же, лента. Это лента, которая ничем не занята плохим. То есть нажмите на свое имя и фамилию, и посмотрите, чем у вас занята лента. То есть смотрите, у меня лента занята, лайки, какие-то позитивы, какие-то хорошие посты, красивые, да, то есть какие-то платьишки, то есть вот лайкаю я тут, да, наших директоров проекта, то есть лента такая, где-то я с дочкой сижу, да, обратите внимание, сижу с дочкой, просто пофоткались, я обрезала те места, где было некрасиво, оставила только там, где здорово, да, то есть дарю подарочки, какие-то, может быть, статусы интересные я лайкаю, может быть, сама статусы пишу, да, и теперь, конечно, обратите внимание на заметки. Заметок у меня 700, и начиналось, конечно же, все с малого. Все начиналось потихоньку, некоторые заметки удаляются, я их никогда не восстанавливаю, то есть на данный момент я буквально, грубо говоря, каждый шаг я выкладываю в одноклассники, вот нас компания за свой счет возила на теплоходе, я это выложила, вот нас компания сделала нам встречу элиты в Москве, вот я это выложила, да, то есть и вот такие вот посты, если вы уйдете в самое-самое начало, вы будете видеть записи каких-либо вебинаров, да, через какую программу, ой, ну программ куча всяких, я обрезаю просто через PowerPoint, да, любую фотографию, значит, ну давайте с вами возьмем, чтобы вам было удобно, чтобы вот прям ваши фотографии были красивыми, давайте я возьму любую сейчас фотографию, давайте возьмем даже вот, вот эту вот, к примеру, да, фотографию, вот такая вот фотография, вот мне захотелось ее, к примеру, обрезать, я нажимаю открыть, и она есть у всех в программке, и нажимаю point, нажимаю point, она открывается через point, понятно, что она большая, это сделано на профессиональный фотоаппарат, да, и вот я, допустим, нажимаю выделить, и я хочу вот сделать нас с девочками крупнее, лучше, красивее, вот, и я, допустим, нажимаю обрезать, и все, заднего фона уже меньше, ну вот, что-то типа этого, а также можно, допустим, вставить свой логотип, да, вот сейчас у меня, так, рабочий стол, к примеру, так, картинки, работа, и я, допустим, хочу вставить свой логотип, но он тут будет здоровый, его надо будет уменьшать, да, ну вот, к примеру, так, почему-то он некрасиво сделался, ну, в общем, суть вот такова, да, что поставить, допустим, свой бренд можете, логотип, и нажимаем сохранить, можно тут сохранить файл, я сразу же закрываю, меня спрашивают сохранить, да, вот таким вот образом, в принципе, фотография легко просто обрезается, все лишнее убирается, и это буквально одна секунда, да, вот на прошлом вебинаре, когда вы спрашивали, вот я рассылаю картинки, какие-то там еще, да, мы с вами можем и менять, и код картинок, да, и также вот чуть-чуть где-то обрезать, или подрастянуть картиночку, она уже будет другого формата, да, то есть, она уже не будет там заспамлены, еще что-то, да, вот в принципе так просто, так легко это все делается, все красивые фотографии так просто делаются, да, вот так же можете фотографии сложить друг с другом, да, рядом, как вам хочется, и в принципе, пожалуйста, вуаля, все, что вам захочется, вы можете делать, подписывать можете, как вам хочется, или, допустим, через презентацию PowerPoint, тоже очень красиво получается, но она опять-таки ухудшает сильно качество, поэтому там лучше просто делать свои какие-то временные картиночки для работы, еще что-то, да, вот, скажите, пожалуйста, все ли понятно по данному, по пройденному, ага, вот смотрите, да, все понятно, смотрите, еще самый главный момент, в развитии себя, как личности в интернете, вам нужно обязательно не бояться показываться, и показываться всегда в хорошем виде, всегда только в хорошем настроении, чтобы у вас не было в семье, чтобы у вас не было с вашим настроением, вы не имеете права ни при каких условиях портить свой бренд, никакими негативными отзывами, да, то есть смотрите, чем важна позитивная лента, чем важны позитивные статусы, тем, что люди подсознательно внутри себя, они тянутся за счастьем, за богатством, да, и вы знаете, даже те люди, которые говорят, что самое главное здоровье, да, в семье, и что, понимаете, как это говорят, что деньги не важны, самое главное, что все живые, всех денег не заработать, еще что-то, еще что-то, все равно внутри себя понимают, что все-таки деньги, это не только статусы, что деньги, это еще и здоровье, а в каком плане, вот недавно у одного из наших директоров была операция у мамы, и, грубо говоря, операция была не бесплатная, и вот директор оплатил своей маме операцию, и говорит, боже мой, кто сказал, что не в деньгах счастье, чтобы было с моей мамой, если бы я не смогла бы ей платить эту операцию, а у нее у самой денег нет, да, то же самое хочется и мне сказать, что бы было, допустим, с моим папой, да, после инсульта, если бы я ему не помогла, потому что ему напрописывали столько лекарств, а пенсии у него в 5 раз меньше, вот, да, то есть все равно деньги – это все-таки хорошо, когда вы можете помочь родственникам, когда вы можете обеспечивать своих родителей, да, а не наоборот, и это здорово, и это классно, и никогда ничего не стесняйтесь, и, конечно, желательно все негативные комментарии с этих страничек всегда удалять, да, вот, к примеру, ваш новичок получил сайт, вы ему можете сделать картинку и поздравить его с этим, да, вот, деньги и здоровье, да, вот, на самом деле, не нужны всем, и это очень взаимосвязано, взаимосвязано, просто иногда люди не понимают, откуда пошло это выражение, да, то есть, когда мы вместо отпуска берем еще работу, чтобы больше заработать, когда мы на выходные выходим и пашем, вот тогда наше здоровье, извините меня, начинает портиться, когда мы работаем без выходных, когда можно получить сайт, в смысле, вот этот лендинг свой, в любое время у своего наставника после активационного заказа через 24 часа, вот, то есть, смотрите, кстати, я вот забыла представиться, значит, меня зовут Кононова Аня, кто не знает, да, и мы открыли за два с половиной года, открыли, подтвердили старшего национального директора, это 15 директорских веточек и более 50 полноценных директоров в глубину, да, вот, забыла вам рассказать, самое важное, вот, прошу прощения, я сегодня похыркаю, бога ради, не обращайте внимания, вот, значит, с брендовыми страничками мы с вами поговорили, сейчас я хочу, чтобы мы с вами поговорили о создании базы для работы, что такое база для работы, лично я работаю 100, прям, не знаю, 95 процентов, через общение, через соцсети, то есть, я создаю картиночки разненькие, и кидаю тем друзьям, которые приняли у меня дружбу, предложение о работе, все вы знаете, что у нас есть такая вот клевая ссылочка, шаблоны сообщений, и тут Оленька Дубяга, прям мамочка нашего проекта, она создала, как создать картинку для рекрутинга со своим фото, это видео коротенькое, там как раз она создает через очень даже, ага, Олечка, ты тут, да, она создает через очень простую, как вам даже сказать, программку, и, конечно же, посмотрите, этим всем воспользуйтесь, все это сделайте, и первым делом, что вам нужно сделать, это мы с вами сейчас, вот, к примеру, хотим скачать видео, да, то есть, когда мы на него нажимаем, мы с вами проходим на YouTube, это видео уже будет с доступом по ссылочке, но в моем YouTube канале вы его не найдете, потому что тут уже небольшие фишечки пошли, вам нужно установить скальчивающий, да, то есть, когда вы вбиваете в интернете, допустим, скачать видео с YouTube, у вас выходит установочник, да, вот, вот эта вот штучка, да, то есть, save from, оно выходит, вы про него проходите, вы устанавливаете, да, этот скачивальщик, пожалуйста, не знаю, как его, простите, да, давайте я буду по-русски, а то я save from, да, вот, пожалуйста, это ссылочка, то есть, вы устанавливаете этот save from, и потом у вас появляется на YouTube, минутку, вот такая вот штучка, да, но смотрите, все видео подряд скачивать нельзя, скачивать видео можно только у своего интернет-проекта, иначе вы обожжетесь, ваш YouTube могут заблокировать, если кто-то пожалуется, также ваш YouTube могут заблокировать, если вы, к примеру, как вам даже сказать, не переименовали видео, и даже хозяин видео, не пожаловавшись на вас, может, его, вот видите, оно пошло, да, хозяин видео, он не пожалуется на вас, а ваш YouTube канал могут заблокировать, вот это очень важно понимать, и, конечно же, важно понимать, то, что вы можете, вот, очень много, допустим, выкладывают вебинаров чужих, да, вебинары чужих людей, вот они вам, на ваш YouTube канал, идут минусом, да, допустим, вы записали, вот Оля там, Дубяга, допустим, вела правила построения, вы ее записали и выложили, и вы думаете, что вам этот ролик в рекрутинге поможет, так вот, нет, да, тут очень такое, как вам сказать, очень тонкая есть вещичка, что все должно быть вашим, или уже пусть ничего тогда не будет, также хочется сказать, что у нас с вами есть директора на проекте, которые еще пока только начали учиться создавать видео, но они уже директора, они уже не ходят на работу по найму, поэтому с помощью рекрутинга, обычного простого рекрутинга, тоже можно зарабатывать, да, то есть это не обязательно, как вам сказать, не обязательно все это делать, то, что я вам говорю, просто я открыла курс от А до Я, специально показать вам, как я начинала и что нужно делать, покупать, да, вот, именно, когда мы с вами вот скачали вот это вот видео, да, как вы его видите, вот я его мышкой ввожу по нему, то мы с вами вот открываем файл, открываем папку с файлом, папка с файлом у нас открылась, мы два раза щелкаем, и вот тут мы пишем, допустим, приглашаем покупать со скидкой, то есть мы с вами его переименовали, да, со скидкой, допустим, в Faberlic, вот, нажимаем Enter, у нас уже другое название, другого файла, и это очень-очень важно, и потом вот этот файл, если у вас есть свой канал в YouTube, вот смотрите, я нажимаю на Кононова, тут я нажимаю добавить видео, нажимаю добавить видео, и тут вот идет загрузочка, да, и вот где у меня папочка была открыта, я просто перетягиваю, ну, или можно через мышку, да, найти любое видео, и когда вы его переименовали, да, то есть вы можете уже, тут еще раз подписать, приглашаем зарабатывать, зарабатывать, да, к примеру, на продажах, ну, что-то типа этого, да, название не очень красивое, сразу говорю, и самое интересное, вот тут вот, вам нужно обязательно продублировать, да, то есть в инфобоксе, вам нужно обязательно продублировать название, чтобы оно совпадало, чтобы вы в поисковике вылазили, да, потом вам нужно поставить или свой значок, или выбрать по красивее значок, потому что ютуб может выдать что-то не так, да, а потом, значит, вам нужно обязательно поставить ссылку на свой лендинг сюда внизу, и обязательно представиться, кто вы, что вы, да, то есть написать свой скайп, свою почту, ссылочку на странички, инстаграм, фейсбук, одноклассники, все, что у вас есть, то есть все, группы, какие у вас есть, как вы видите, очень большой перечень всего, что я делаю, да, вот, то есть я это все написала, потом, идут теги, да, как вы видите, теги обычные, я сюда ставлю одни и те же теги, и добавляю тег, который нужен, по которому ищут, это, допустим, покупки, покупки для себя, да, или там продажи, продажи, допустим, через каталог, ну, что-то типа этого, да, каталог, вот, и я уже это видео все пометила, и тут вам будут предлагаться после обработки значки, или вы можете выгрузить свой значок, да, какой вам хочется, допустим, если вы хотите выгрузить свой значок, то у вас тоже не любой значок пойдет, значит, так, минутку, рабочий стол, ну, давайте обычную фото возьму, сейчас не буду искать, что-то не буду делать, да, к примеру, давайте, да, иногда мечты сбываются, не так, как нам хотелось, а даже лучше, ну, это просто вам показать, просто вам показать, понятно, что картинка не по теме, вот, и все, обработка завершена, мы его с вами можем нажать, опубликовать, вот таким вот образом, первым делом, если вы желаете создавать свой бренд, и иногда сотрудничать с компанией Фаберлик, вам нужно, в первую очередь, проделать это, не пользоваться ссылочками, ваших директоров, а закачать свои ссылочки, создать свой шаблон сообщений, и чтобы вы, и ваша команда, ваши новички, пусть у вас их всего 5 человек, им бы пользовались, но видео, как вы понимаете, должно быть хорошим, доступ можно ставить открытым, это видео получается, у нас с вами рекрутинговые, и доступ можно ставить открытый, также можно поставить доступ по ссылке, ограниченный доступ, да, по расписанию, что такое, то есть, когда опубликовать, когда вам захочется, он вам тогда и опубликует это видео, то, но, конечно же, я, допустим, если я первое видео выложила, и я знаю, что второе видео уже после первого не посмотрят, я, допустим, ставлю через там 5 часов, опубликовать следующее, на данный момент, вот эта ссылка, она рекрутинговая, но я, когда буду выгружать данный вебинар, я буду ставить доступ по ссылке, если мы ставим ограниченный доступ, то ограниченный доступ говорит о том, что это видео можете смотреть только вы, и никто другой его посмотреть не сможет, да, то есть, нажимаем готово, и мое видео появляется на ютубе, давайте посмотрим с вами, я нажимаю мой канал, да, я нажимаю мой канал, и как вы видите, захожу в раздел видео, я его еще не добавила ни в один из плейлистов, да, захожу в раздел видео, и вот у меня приглашаем зарабатывать на продажах, да, к примеру, я по нему прохожу, и оно еще до конца, вот, станьте дисконтным покупателем компании, ой, низкий поклон Леночке, за такой, вот, кстати, дисконтный покупатель, то есть, надо было переименовать, то есть, приглашаем, приглашаем за экономией и подарками, допустим, и подарками, приглашаем за экономией и подарками, и нажимаем сохранить, да, вот, переименовываем, то есть, немножечко не в тему, да, то есть, я перепутала там, и вот, каждое вот из этих шаблонов сообщений, каждое видео, вы можете перекачивать на свой канал YouTube, вот, когда вы это все перекачаете, переименуете, чтобы вас не заспамили, у вас уже начнется свой какой-либо авторекрутинг, но это ролики профессиональные, конечно, людям хотелось бы обязательно делать, ну, знать о вас как о личности, о вас как о человеке, то есть, старайтесь какие-то проводить планерочки, да, у всех ваших директоров есть комнаты, я вот, кто просит у меня комнату, я всегда выдаю ссылку сразу же, мгновенно, посылаю видео, как комнатой пользоваться, все, лидер у меня, не один лидер, кто ко мне подходит, говорит, я хочу вести вебинар, но у меня нет денег на свою вебинарную комнату, без проблем, ссылок можно выдавать, огромное количество, вебинарная комната, оплачено на 300 человек, и я, допустим, выдаю, да, у Николая Андрейка, у Татьяны Сафроновой, тоже самый подход к новичкам, они, если новичок хочет вести планерки, вебинары, мы мгновенно выписываем вам ссылочку, пожалуйста, то есть вот это то, с чего я начинала, да, то есть я создала свои рекрутинговые видео по всем четырем вариантам, получается, да, и вариант управления весом, я тоже, но я его, по-моему, скачала с YouTube, его создавала компания Фаберлик, то есть я могу скачивать видео компании Фаберлик, и их переименовывать только от компании Фаберлик, не блогеров, которые на вас могут пожаловаться, что самое опасное, да, чужие видеообзоры брать, это сразу можете ставить крест на своем YouTube, вас заблокирует, вот, то есть вот с этого вот мы начинали, и все, полчаса прошло, я думаю, вам сейчас все рассказала, а завтра мы с вами поговорим, ой, в среду получается, кстати, могу и завтра, если вы хотите, да, мы с вами поговорим о том, как размножать браузеры, и как раскладывать рабочие странички, именно по порядку, вот, тегов, Наташечка, сколько хочешь пиши, найди в интернете теги для работы в интернет, и прямо оттуда можешь копировать, и прописывать эти теги, каждый день, да, нет, суббота, воскресенье, это железные выходные, и я могу работать без выходных легко, вот вы, вы просто будете как выжатый лимон, а когда-то давно, с 6% я начала проводить вебинары, через день по полтора часа, я начала давать задания, я контролировала за выполнением этих заданий, я открывала, пооткровенничаю с вами немножко, чат активного роста, и почти целый год, первый год своей работы, я одна проводила вебинары по активному росту, курсами и кругами, и вы знаете, я чувствовала, как лидеры устают, я видела, как лидеры устают, зачем? Лучше делать все с радостью, вот вы сегодня сделаете это, да, заведите свой ютубчик, заведите свои вот эти вот видео, на ютуб канале, да, перекачайте, начните этими роликами рекрутировать, поставьте под видео свои ссылочки на регистрацию, на свой лендинг, который вам выдают, да, то есть, вот это вот самое-самое важное, что нужно делать, и это, поверьте, кто-то сделает за 15 минут, а кто-то будет 2 часа барахтаться, а кто-то не сможет сделать вообще, понимаете, вот, поэтому, ну что ж, очень интересно, да, спасибо, но ни за что, дорогие коллеги, я буду очень глубоко вам проводить, то есть, курсы, теорию мы с вами изучили, сейчас у нас с вами пойдет именно та практика, именно те действия, потому что, как вам даже сказать, конечно, старший национальный директор, это 15 директорских веток, это за, выстроить их за 2 года работы, менее чем за 2 года мы его подтвердили, вы знаете, это огромный труд, это огромный труд, но с другой стороны, очень шикарные результаты, мы уже побывали в нескольких странах мира, мы ездили везде и всюду, и в Белоруссии были, я была на Украине, мы летали в Доминикану, по России мы катались, Новосибирск, и Нижний Новгород, и Казань, и Москва, Москва уже, не знаю, раз в 10, наверное, съездили, вот, и, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы вы так же легко жили, жили при свободном графике, получали хорошие деньги, чтобы ваша семья ни в чем не нуждалась, чтобы у вас не было проблем, поэтому я вам буду все рассказывать по-хорошему, а там уже ваше дело, повторять или не повторять, да, но самое главное, никогда не забывайте, приоритет это одна регистрация в день, что бы вы ни делали, какие бы вы классные ролики не создавали, если у вас нету звания, на вас народ очень будет плохо идти, да, обязательно рекрутируйте, 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 находите 2-3 регистрации в день, у кого сколько сил есть, самое главное, выйти на уровень драгоценного директора, и до уровня драгоценного директора очень много рекрутировать, это очень важно, потом, когда уже вам будет, что показать людям, показать крупные выплаты, показать директоров своей команды, да, вот тогда вам начнут доверять, и тогда к вам начнут идти, и поверьте, дорогие коллеги, мне сейчас не так это легко говорить, да, как мне обычно, я разговариваю с новичком, в личку новичок говорит, ой, вам легко сказать, у вас все есть, я начинала с нуля, мы не с неба туда упали, и очень вас прошу, поверьте мне, мы не с неба туда упали, и мы так же все начинали с нуля, так же все создавали с нуля, и никто нам на блюдечке золотой каемочкой не принес ничего, поэтому надейтесь только на себя, ничего не требуйте с наставников, это бесполезно, потому что все-таки мы сами будем ходить и снимать денежки банкомата за свою структуру, да, все с нуля, Аня, классный вебинар, ой, спасибо огромное, вот, ну все, давайте, значит, с вами расходимся, если будет время, я завтра объявлю обязательно о том, что мы с вами будем раскладывать работу по полочкам, я даже сим-карту купила, в телефончик ее вставила, чтобы уже не занимать нам работу с сайтами, смс-реком, онлайн-сим и так далее, и так далее, вот, и если завтра получится, то я обязательно проведу, да, Леночка, запись будет, но она будет с доступом по ссылке, то есть я ее раскидаю по чатам, но на ютуб канале вы ее, к сожалению, не найдете уже, она будет с доступом по ссылочке, и очень прошу не лайкать, не лайкать, ну все, потому что то, что вы лайкаете, это попадает вам в плейлист и становится в открытом доступе, ну все, всех целую, всем успешно потрудиться, сначала находим приоритет, одна регистрация в день, а потом уже все остальное, всем пока-пока, сохраняю запись, Субтитры сделал DimaTorzok